Когда люди, наконец, приходят к пониманию истины, того, что мы не живем на вращающейся сфере, а на невращающейся плоскости, что находится выше, ниже и за пределами этого мира, мы до сих пор не знаем. Первый вопрос, который они задают, зачем так брать? Кому это выгодно? Есть много причин, потому что не хотят, чтобы вы поняли, кем на самом деле являетесь. А мы знаем, что обладаем огромной силой, и наш разум невероятно могущественный. И это сейчас не мистика, вы знаете, что я против язычества, а это божественный дизайн. Все вокруг создано измерениями энергии, частоты и вибрации. Они стремятся оставить ресурсы по своим контролям и заставить нас верить в то, что если мы не найдем другие планеты, то ресурсы иссякнут. Они пытаются отвлечь вас от Бога и так далее. В реальности мы с рождения владеем равной долей земли, равной долей ресурсов, но в вымышленной реальности они все это забрали у нас. Они создали фиктивного человека, это как бы отражение, дублика от реального человека. Они создали свидетельство о рождении, они создали валюту. Нам нужно раскрыть эту ложь, но для этого первое правило – поверить самому себе. Поверить в то, что видишь собственными глазами. Например, идеально плоское озеро Байкал. Оно замерзает каждый год. Его длина составляет 636 километров. Если бы земля была шаром, озеро изгибалось бы на 16 километров посередине с обеих сторон своей длины, но оно совершенно плоское. Это просто математика на шаре с диаметром 12 742 километра. 636 километров – это 32 километра изгиба. Я представляю вам глубокие истины и реалии, которые чрезвычайно трудно постичь. И мне ужасно жаль, если кому-то не нравится моя резкая честность. Но, с другой стороны, мне тоже не нравится приукрашенная чушь. Моя любовь к истине перевешивает страх обидеть кого-то. Нам пропагандируют 4 направления движения. Вращение вокруг своей оси, орбитальное вокруг Солнца, движение нашей Солнечной системы внутри галактики, расширение Вселенной со скоростью больше, чем 1 миллиард километров в час. Ничего из этого я не чувствую. И мне нужно выучить физику. Вам знаком первый закон термодинамики? Энергия не может быть создана или уничтожена. Это закон сохранения энергии. Она лишь переходит из одного вида в другой в различных физических процессах. Энергия напрямую связана с материей. Если материя и энергия не могут быть созданы или уничтожены, как возникла сингулярность Большого Взрыва? Нужно признать, что модель Большого Взрыва не только неверна, но и бросает вызов законам термодинамики, включая второй закон энтропии, который утверждает, что системы, предоставленные сами себе, склонны к беспорядку, а не к порядку. Теория Большого Взрыва — это религиозное убеждение, причем нелогичное. Выдуман Биг Бен священником. Даже если бы и были какие-то мнимые доказательства, сейчас я начала ставить свою интуицию выше их. Если что-то не так в теории какой-то, в человеке, то это потому, что что-то не так. Я не собираюсь торчать тут и выяснять, что же. Гелиоцентризм — это 500-летняя алхимическая религия, основанная на пифагорейском культе поклонения Солнцу. Она противоречит всему опыту и не имеет научной ценности. Им нужны были столетия, да даже тысячелетия, чтобы перепроектировать реальность своей лженаучной математикой. Просто современное поклонение Солнцу, маскирующееся под науку. Их целью с самого начала было поместить Солнце в центр. Как провернуть это? Ну, нужно сделать Солнце много больше Земли, поэтому они сделали Солнце в миллион раз больше Земли. Но то, что я наблюдаю отсюда, это маленькое Солнце. Вот каким оно мне кажется. О, это потому, что оно очень далеко. Итак, поскольку нам нужно было сделать Солнце очень большим, чтобы поместить его в центр, теперь нам нужно поместить его на очень большом расстоянии, поэтому давайте определим его на расстоянии 150 миллионов километров. Каждое объяснение должно быть подвергнуто реверс-инжинирингу, потому что они начали с конечной цели поместить Солнце в центр. Каждый факт, который они создают потом, подвергается обратному проектированию, чтобы заставить эту модель работать. Сегодняшние ученые заменили эксперименты математикой, и они бродят по уравнению за уравнением, и в конечном итоге создают структуру, не имеющую отношения к реальности, Никола Тесла. Я плоскоземельщица уже три года, и за это время мне никто не показал кривизну, никто не показал реальную фотографию Земли из космоса, не доказал гравитацию, не доказал эволюцию, не доказал, что мы вращаемся вокруг своей оси, не доказал, что мы вращаемся вокруг Солнца, не доказал, что мы мчимся в космосе, не доказал большой взрыв, не доказал, что Вселенная расширяется, не доказал расстояние до Солнца, не доказал расстояние до Луны, не доказал, что мы высаживались на Луну. И никто никогда ничего из этого не докажет. Куда ни глянешь, в их модели везде фальшь. Я измерила Африку поперек, получилось 7200 километров. Россия с запада на восток, чисто с первого взгляда, кажется вам намного больше? Не тут-то было. Измеряю дистанцию поперек, получилось 6200 километров. То есть на 1000 километров меньше. Это четко совпадает с размерами на плоской земле, так как территория северняя на самом деле меньшего размера. Вот, Россия здесь действительно меньше, чем Африка. С плоской землей все предельно просто и логично, как, например, видно на карте с временными зонами. Вот в России 11 временных зон. В то время как временные зоны на глобусе распределены вот так, полный хаос, с тем, чтобы натянуть на реальность. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним, он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Есть большая разница между словами круг и шар. Нам нужно объединиться и перестать участвовать во лжи. И я сейчас не только о сказочных космических приключениях, а обо всем, что вытекает из этого прародителя лжи. А тот, кто осуждает без предварительного расследования, напрямую признается в собственной доктринации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok